Продолжение следует... 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 и к членам судейского сообщества. Потому что это близко к свободе слова, гарантиям именно конституционным в том числе. Естественно. Если говорить об ограниченном индоменитете, то его можно встретить в таких правых системах, как в странах Германия, Греция и, в принципе, ряд других государств Европейского Союза. Как мы знаем, любое благо может быть использовано в возле. К сожалению, так произошло и с Институтом неприкосновенности. На Ваше взгляд, почему он стал так интересен людям, не очень чистоплотным, скажем так? Если говорить о практике применения Института неприкосновенности в Пренестровской Московской Республике, то не всегда хотелось бы отметить практическое применение тех норм, которые были заложены в Конституции, принятые на всеобщем референдуме, нашло отражение в нормах, принятые в последующем на уровне законодательства. Если, как я только что говорил, в Конституции у нас гарантировано неприкосновенности трем субъектам, это президент, депутат Верховного Совета и судим, то рассматривая действующее законодательство, мы обнаружим, что в законе о статусе депутата местного совета, в законе о выполненном правах человека, в законе о счетной палате определены новые субъекты, которые обладают статусом неприкосновенности. И вот, кстати, совсем недавно президент направил в Конституционный суд, и он принял к рассмотрению этот запрос по правомерности, насколько я поняла, предоставление этих полномочий, так я понимаю? Абсолютно верно. 17 сентября президент обратился в Конституционный суд с целью определения вопроса конституционности и закрепления в законах, в специальных законах, неприкосновенности как раз для депутатов местных советов, для уполномоченного права человека и, соответственно, для работников счетной палаты. Действительно ли там есть противоречия Конституции, или это все-таки прерогативы Конституционного суда? Говорить о наличии и отсутствии противоречий из Конституции у нас может только Конституционный суд, в связи с чем после рассмотрения надлежащим образом ожидаем ответа от Конституционного суда, о том, возможно, правильно ли это и соответствует ли это Конституции. Я бы хотел исходить из таких основ о том, что неприкосновенность у нас гарантирована Конституцией любому человеку. Это статья 16 Конституция, которая гарантирует каждому человеку, и каждому гражданину, и каждому человеку, находящемуся на территории Пренестровской Малавской Республики, именно неприкосновенность. Это аналогичные нормы закреплены не только на уровне законодательства, они закреплены и в международном законодательстве. Это всеобщая декларация прав человека, именно статья 12 указанной декларации, закрепляет именно неприкосновенность личности. Если говорить о конкретных субъектах, то все-таки являюсь сторонником того, чтобы говорить о неприкосновенности для определенных профессиональных субъектов, тогда, когда это сопряжено с четким определением круга обязанностей, гарантий, запретов и так далее. В чем у нас в настоящее время в законодательстве столкнулись практики и в проблеме с какой? В том, что наличие института неприкосновенности, по сути, не всегда подкреплен ограничениями для этих субъектов, которые такими прикосновенностью пользуются. Если мы говорим о президенте, как субъект, который конституции, которому гарантирована неприкосновенность, то аналогично или параллельной нормой, предусматривающей неприкосновенность президента, законодательство содержит нормы, определяющие или устанавливающие запрет президента на занятие иной деятельностью, в том числе занятие предпринимательской деятельностью и так далее. Если мы говорим о судьях любого суда, то одновременно с закреплением неприкосновенности для судьи закон о статусе судей предусматривает запрет на занятие с судьей предпринимательской деятельностью, а также запрет на занятие с судьей иным любым видом деятельности, кроме как научной преподавательской деятельностью. Соответственно, в этом случае неприкосновенность служит, можно сказать, гарантией реализации судьей своих профессиональных навыков и своих возложенных на него задач. Однако в настоящее время столкнулись ситуации, при которой депутаты Верховного Совета, депутаты местных советов, несмотря на наличие в законодательстве в настоящее время прописанного института неприкосновенности по отношению к ним, конкретно депутаты Верховного Совета, которые работают на непостоянной основе, в отношении них к законодательствам не установлено каких-либо ограничений. Именно в этих случаях иногда и происходит тот конфликт, о котором часто упоминается и в средствах массовой информации, и является предметом бытовых обсуждений. Поскольку лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью, получив мандат или получив статус депутата, соответственно, действующая правовая система позволяет ему в некоторых случаях уходить от ответственности, в некоторых случаях пользоваться по отношению к себе специальными подходами, привлечения к ответственности, в некоторых случаях просто, можно сказать, создавать в себе некие особые условия ведения хозяйственной деятельности. В последнее время были разговоры о том, что таким институтом, такой неприкосновенностью должны быть защищены журналисты. Мнения разделились на прямо противоположные. Многие, в том числе журналисты, говорят, что нет, перед законом должны быть равны все. Но есть те, которые говорят, что все-таки именно эта категория должна быть отнесена. А вот ваше мнение, как юриста, кто прав? В соответствии с законодательством нашим, ответственность за материалы, выпускаемые в эфиры, за материалы, печатные материалы, несет главный редактор. У нас журналист не является самостоятельным субъектом какой-либо ответственности, поэтому вводить его на уровне законодательства, гарантировать ему какие-либо отдельные специальные гарантии, я думаю, что в этом необходимость нет. Кроме того, у нас и Конституция, и закон о средствах массовой информации довольно подробно описывает права журналиста, прописывает права средств массовой информации, обязанности, поэтому в этом необходимости, я думаю, пока нет. То есть перед законом в любом случае равны все получают? Перед законом равны, это норма Конституции, это норма закона. И они должны соблюдаться без каких-то особых прав, да? Естественно. Особенных прав, скажем так, для людей. Но давайте поговорим еще более шире. Есть в Институте неприкосновенности такое понятие, как прависи. Оно пришло к нам не так давно, мы стали с ним знакомы в 90-х, где-то из американских всех юридических и правовых систем. Это то, что называется неприкосновенность частной жизни, так называемый персональный суверенитет. Что это такое, если можно поподробнее, и как у нас с этим обстоят дела, потому что мы его не обсуждаем, оно все упирается в чиновников. Вот как быть с неприкосновенностью частной жизни у нас? Прависи является специфическим понятием, которое, в принципе, не совсем известно нашим, скорее всего, зрителям. И редко даже известно, можно сказать, к более узкому кругу юристов. Прависи у нас понятие, заимствованное из англосаксонской системы права. В принципе, она происходит от английского слова «приват», что переводится как «тайна», как «уединение». Исходя из этого, можно уже и где-то представить себе, что же такое понятие «прайваси». В законодательстве, в пренестровском законодательстве, проводя сравнение с законодательством, в котором существует такое понятие, как «прайваси», можем с уверенностью заявлять о том, что у нас она продекларирована, у нас она есть. И в первую очередь, опять же, статья 16 Конституции, на которую я уже ссылался и говорил, о том, что у нас каждому человеку гарантируется неприкосновенность жилища, гарантируется неприкосновенность личности. В чем именно может выражаться нарушение вот этой неприкосновенности? Кто может нарушить и каким образом? И когда может наступить эта ответственность, если мы говорим о «прайвисе», вот как о «праве», кто ее защищает? У нас правовая система построена таким образом, что ответственность может наступить только в случаях установленных законом. То есть административное направление? Да, если говорить об ответственности такой административной, как уголовной ответственности, то она наступает исключительно в случаях предусмотренных законом. И, соответственно, это есть гарантия государства, не вмешательство в личную жизнь, не вмешательство в частную жизнь, не прикосновенности жилища, собственности, поскольку только в случае предусмотренных законом возможно такое вмешательство, такое ограничение. Александр Андреевич, спасибо вам огромное, что нашли время, рассказали интересные вещи. Я думаю, для нас, особенно последняя часть нашей беседы, будет очень интересна. Спасибо вам еще раз огромное. Удачи вам в вашей работе. Вам спасибо. Защита прав человека – это важная задача для любого демократического правового государства. Должны ли при этом некоторые быть правее всех остальных и насколько это оправдано? Вопрос, который каждое государство решает для себя. Но лучше, когда решает это все общество, а не само государство. Спасибо, что были с нами. До встречи.